сейчас уже сильнее тянет был виден прогресс в растяжке и как она работает и так постепенно сидим можно стать на локте здравствуйте меня зовут владимир ткаченко и сегодня мы будем растягивать поперечный шпагат всегда поперечный шпагат я начинаю тянуть со складки любую растяжку я начинаю со складки и вообще даже вот я утром просыпаюсь первым делом что я делаю сажусь в складочку потому что в этом упражнении задействовано очень много различных мышц и чтобы почувствовать свое тело где сегодня болит где не болит где тянет где зажата где не зажата я всегда вначале делаю складку то есть вы вытягиваем ножки вперед сокращаем подъем и садимся расслабляемся во время складки наша главная задача первые 40 секунд минуту и сидеть расслабляться расслабляться чтобы мышцы расслабились потому что если они зажаты то тогда никакая растяжка не получится я специально сегодня не разогревался перед видео чтобы в реальном времени был виден прогресс в растяжке и как она работает теперь можно поделать складочку с вытянутыми стопами стараясь ложить живот они плечи то есть начали живот а потом складываю все остальное хорошо иногда бывают такие дни что вот нужно потянуться ну совсем так не хочется все болит даже просто переставлять каждую ногу это больно сел в складку просто руки положила ноги и сидишь расслабляешься и потом такого оказывается ничего можно дальше идти можно что-то делать не все так плохо я жив все работает нормально поэтому ноги живые рабочие все уже расслабился чуть-чуть можно теперь лечь складочку хорошо очень хорошо тянет заднюю поверхность бедра спину дальше я вытягиваю одну ножку и вторую закладываю на пассе не знаю зачем это нужно движение где тянет понятия не имею но мне нравится его делать потому что она а хотя нет знаю она разогревает пах я всегда его делаю на автомате вообще последнее время я тренируюсь интуитивно и и это мне хорошо помогает растягиваться и сейчас к интуитивному тренингу я добавил уже знания то есть усиленно читаю книги все освежаю в памяти как учила ваганова как учит тарасов хорошо дальше вытягиваем две ножки стороны и делаем складки делаю складку вперед сейчас уже сильнее тянет в сторону можно взяться за стопу супер уже когда вот так вот больно уже говорить тяжело особенно когда даю уроки ученицы не любят когда я шучу во время растяжки потому что вообще никому не весело я а я думаю в свою очередь я даю урок весь урок шутил все смеялись а потом во время растяжки раз такое молчание я думаю не наверное что то мои шутки не заходят потому что никто не смеется а все на самом деле не смеются потому что больно и к концу растяжки я буду говорить все меньше и меньше потому что кровь от мозга отливает к мышцам ног и уже сложно связать даже пару слов хорошо сели в лягушку попружинили то есть мы поделали складку просто ножки в стороны потом к одной ноге согнулись к другой вперед вот так можно чередовать опять складку потому что нам нужно хорошо разогреться и расслабиться перед поперечным шпагатом от хорошо теперь одна нога у меня сзади согнута вот здесь угол а вторая вытянута в сторону и в бедре заворачиваю ногу и выворачиваю заворачиваю выворачиваю самое главное это не получить травму ну хотя знаете самое интересное что травму можно получить и когда ты очень хорошо разогрет если бездумно делать если на что-то отвлекаться думать о чем-то самое главное это фокусироваться на том что ты делаешь если сфокусирован то тогда ты чувствуешь свое тело и просто лишнего не сделаешь то что сейчас можешь нанести травму хорошо теперь левую ножку точно так же выворотно не выворотно хорошо если у вас есть кто-нибудь дома можете попросить чтобы он вам надавил на попу чуть-чуть но лучше растягиваться самому потому что если кто-то надавит это будет очень больно может совсем отпасть желание заниматься я когда учился меня растягивали девочки мои одноклассницы в перми и они они сидели смеялись а я сидел плакал и они думали что я шучу а на самом деле мне было так больно не сиди а было в два раза более потому что они сидели смеялись с меня хорошо теперь можно переходить непосредственно к поперечному шпагату можно еще раз сесть лягушку сделать складку в лягушке хорошо итак торжественный момент и раз у меня примерно 10 сантиметров до пола но я знаю свои мышцы то что вначале сейчас очень больно ну и примерно минуты через четыре после того как мышцы расслабятся я уже смогу попой достать до пола но я уже два года не растягивался я два года не танцую и растягиваю значительно меньше то есть я ну там раз в неделю иногда чуть-чуть потянусь чисто чтобы поддерживать растяжку и растяжка конечно ушла и так постепенно сидим можно стать на локте если у вас совсем высоко папа над находится над полом то вы можете что-то книги под руки поставить или какой-то валик или кубики такие гимнастические есть потому что если совсем папа будет высоко а голова будет низко вот вам так будет сложно выстоять и большая нагрузка будет на руки на голову будет болеть голова поэтому если попа высоко то лучше что-нибудь подложить под руки например можно руки положить на диван или на стул и стоять вот так растягиваться а если уже шпагат хороший то конечно можно на локтях есть еще такой вариант когда мы например ложимся на спину и раскрываем ноги в сторону это тоже хороший вариант для растяжки но я так тянулся очень много лет ну вернее год я так тянулся то есть я так мог и полчаса лежать в общежитии но мне это дало маленький результат такая именно растяжка но я знаю что другим ученикам которые растягивались так им очень хорошо помогла растяжка ну конкретно для моих мышц такая растяжка была не очень и очень важно понимать себя чувствовать то есть есть много разных уроков и в основном различные учителя по растяжке дают именно тот метод который помогает им точно так же как и я сейчас даю те упражнения которые помогают мне и если вам подойдет что очень здорово но если не подойдет не делайте вывод что у вас сухие мышцы и вы никогда не растягивать не никогда не растянитесь просто делайте какие-нибудь упражнения других педагогов пробуйте и все я так думаю если я еще 10 минут потянусь вот так постою в домике то я сяду на поперечный шпагат ну а вам спасибо большое за то что посмотрели видео растягивайтесь и получайте самое главное удовольствие от растяжки подписывайтесь на мой канал ставьте лайк и напишите пожалуйста в комментариях какие бы еще упражнения вы добавили к моей растяжки и как ее можно усовершенствовать пока